Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Я думаю, что вы заметили, немного я сменила прическу. Стараюсь сейчас отрастить волосы. Технология отращивания волос, в принципе, одна и та же. То есть, сзади снимается максимальное количество волос, да, для того, чтобы выровнять их рост по всей длине. Я из парикмахерской, в принципе, мне все нравится. Не знаю, как вам, напишите. У меня всегда всю жизнь были очень длинные волосы, ниже бедер, такая же косая сейчас у моей дочки. И в театре я работала с такой косой, и снималась я с такой косой. В принципе, все уже привыкли, гримеры в том числе, укладывать мне эту косу правильно. Но для исторических, в принципе, спектаклей и каких-то кино было просто замечательно. Всем что-то там лепили на голову, какие-то парики. Мне же нет, просто укладывали мои волосы. Правда, был один риск. При мне сожгли Жене Крюковой, актрисе такая из Театра Моссовета, наверное, вы ее все знаете, волосы. И сожгли так прям плойкой, как следует, к сожалению. Да, ну, такие были в то время плойки. Если вам через день завивать волосы в какой-то исторический спектакль, то, в общем, рано или поздно они пострадают. В начале 2000-х годов термозащитных спреев пока еще не было никаких. Ну и сейчас я, честно говоря, не очень уверена, что они как-то работают серьезно. Буду отращивать волосы заново. Привыкла, честно говоря, к пучкам. Если вы видели мой спектакль, о котором я говорила, да, «Московское гнездо», там у меня очень длинные еще волосы. И, наверное, какие-то фотографии, возможно, еще найти в интернете, где я с длинными волосами. Я отвечу на один из вопросов, который вы задавали. Как научиться говорить, грубо говоря, безостановочно. Для того, чтобы научиться хорошо говорить на какую-то тему, то есть легко, безостановочно, подбирать быстро слова. То, чему я как раз учу своих учеников, первое, что вам обязательно нужно понять. Для того, чтобы хорошо говорить на какую-то определенную тему, нужно ее хорошо знать. То есть просто говорить какую-то чепуху могут все. Оратора, человека, который говорит на конкретную тему, но ничего не понимает в этом, всегда слышно. Мой муж приводил очень смешной пример. Они были очередной раз в каком-то космическом городке, и им там рассказывали о том, как действуют какие-то приборы, и включили запись. Чему же после прослушивания этой записи они все стали смеяться? То есть люди, которые понимают что-то в оборудовании, в космосе и так далее. Потому что диктор был просто профессиональный диктор, и ему выдали текст, который он должен был читать. И да, это было смешно, потому что он ничего не понимал в этом, он правильно расставлял акценты в тексте, но это было забавно. Муж просит меня вот так его повеселить, выдает мне какую-то книгу, высшей математики, например, или по физике, и просит красиво прочесть ему хотя бы страничку. Это очень его веселит и поднимает настроение. Ну, как вы знаете, я отнюдь не математик. В этой теме я, мягко говоря, слаба. Ну, то есть, конечно, если мне тему объяснить, я решу, наверное, эти примеры, но с трудом, поскольку у меня совершенно другие таланты. Итак, вы должны понять, в чем, где вы талантливы, на какую тему вы можете хорошо говорить, и изучить ее еще глубже. Второе, что необходимо учесть, это тот факт, что вы должны любить эту тему, любить то, о чем вы говорите, иначе это также будет очень сильно видно, если вы к этому равнодушны, если вас заставили, если вы вынуждены, это очень-очень видно. Задумайтесь о том, почему многие дети и также студенты ходят к каким-то педагогам с удовольствием, а к каким-то их не затащишь. Они прогуливают и прогуливают, и готовы получать даже два, но не хотят засыпать на этих лекциях, которые читает незаинтересованный педагог. Вот вам и ответ. Педагог просто незаинтересован. Да, он знает эту тему. Первый пункт оратора он выполнил, он изучил эту тему, ему поставили пять или четыре когда-то, когда он выпускался из своего института, и он может преподавать, но он настолько неинтересен, потому что ему неинтересен его предмет, либо не интересует его работа. Это сразу же становится очевидным для тех, кто его слушает. Они теряют интерес. Таким образом, первое, изучить тему, второе, быть заинтересованным в этой теме. Третье, что обязательно нужно учесть. Для того, чтобы научиться говорить легко, без запинок, ни экать, ни бэкать, ни мэкать, и долго не подбирать слова, нужно понять, что же такое словарный запас, откуда он берется, и начать его расширять. То есть полностью понять, что такое активный словарный запас и пассивный словарный запас. Представьте себе чемодан размером с дом. Огромный, огромный раздутый чемодан, который вы просто не в состоянии поднять. Это ваш пассивный словарный запас, то есть это те слова, которые вы знаете, теоретически вы знаете смысл этих слов, вы можете их объяснить, эти слова, как, например, кушак или, например, толерантность, да, то есть вы можете, в принципе, объяснить эти слова, но каждый день вы их не используете, потому что они не активны, они не в вашем активном запасе словарном, потому что вы не говорите на эти темы, ваш мозг не вытаскивает эти слова из огромного-огромного этого чемодана, который стоит за вами, из вашего пассивного словарного запаса. Что такое активный словарный запас? Представьте себе маленький клатч, в который помещается только губная помада, телефончик и ключи, все. В основном это наш активный словарный запас, он небольшой, особенно у тех людей, которые не смотрят научно-популярные передачи, не читают художественную литературу, не читают профессиональную литературу и не ходят в музеи, театры и так далее, то есть избегая всего того, что касается внутренней духовной работы. Таким образом вы ограничиваете себя и свой словарный запас теми словами, которые вы случайно от кого-то услышали, либо когда-то слышали в детстве. В основном ваш словарный запас получается только пассивный. Как же увеличить вот этот клатч, как сделать так, чтобы он раздулся, ну хотя бы превратился в маленький чемоданчик, а еще лучше в большой рюкзак? Действительно его можно расширить, увеличить. Есть метод, который прекрасно работает, работал на всех моих учениках, а мои ученики сейчас многие уже преподают сами фактически, да. Есть бизнесмены, которые читают сейчас лекции, мотивационные ораторы, есть ведущие и так далее. То есть это работает, друзья. Теперь что нужно делать конкретно? Необходимо читать один раз в день, хотя бы один раз в день, в течение 30 или 60 минут, то есть полчаса или час. Спокойно, не напрягаясь, читать вслух, не про себя. Иначе, если вы читаете про себя, это все уходит обратно в ваш пассивный словарный запас. Да, представляете? То есть когда вы просто читаете «да», вы увеличиваете свою грамотность, потому что глазами вы видите правильные расстановки знаков припинания и правильно написанные слова. Ну, если, конечно, вы не читаете тексты с ошибками, что в интернете очень часто бывает, даже в глянцевых журналах я очень часто нахожу ошибки и уже по привычке редактировать беру и исправляю их красной ручкой. Это смешно. Пишите любую книгу русских авторов конца 19-го, начала 20-го века, вне зависимости от того, где они писали, в эмиграции либо в России. Будут быть Бунин, Чехов, Тургенев. Остановитесь пока на этих трех. Начните с Чехова, с небольших рассказов. Что необходимо делать конкретно? Вы берете книгу, открываете ее на любой странице, которая вам нравится. Ну, конечно, лучше начать сначала. Итак, вы читаете один рассказ, например, ставьте себе вот такую вот цель или два рассказа. Читайте вслух, спокойно, не торопясь, соблюдая знаки припинания, то есть смысловые. Так, чтобы человек, который слышит вас, например, в этой же квартире, да, за стеной ваш родственник смог передать вам смысл, смог сказать, я слышал, что ты читал, и я понял смысл этого рассказа. Это очень важно, чтобы вы научились еще передавать смысл. Если у вас устает быстро голос, читайте ровно столько, сколько вы можете. Если вы не тренированы, установкой голоса также надо заниматься. Единственный совет, который я могу дать по этому поводу, если у вас действительно очень быстро устает голос, говорить как можно ниже, однако настолько расслабленно, чтобы не давить на связки. Итак, полчаса или час вы читаете, что происходит с вашим мозгом. При чтении вслух, а не про себя, ваш мозг не просто запоминает эти слова, он их сразу же перекладывает в ваш активный словарный запас, так как он думает, что это произносите вы. То есть, ну, вы, конечно, это и произносите, потому что вы читаете. Все, что проговаривается, не просто слышится, а именно проговаривается, кладется вот в этот клатч под названием «Активный словарный запас». И таким образом он будет расти, 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 расти. Попробуйте сами, и я уверена, что вы и ваши близкие очень скоро оцените достоинства этого метода. Метод испытан на многих и многих людях. Да, он работает, но только на тех, естественно, кто не ленится, кто поставил цель, которую намерен достигать. Если вы планируете достичь хороших, больших результатов, если вам это необходимо, потому что вы работаете, вы постоянно проводите, например, совещания, должны делать какие-то доклады, а вы лицо медийное, либо вы поступаете в театральный институт. В общем, все, что угодно, все, что связано. В этом случае любой профессии, в которой подразумевается хорошая, правильная речь, менеджера до руководящей должности, от студента театрального вуза до народного артиста нужно дополнительное обучение у специального педагога ораторскому искусству и технике речи, постановке голоса. Конечно, речь не идет о том, что вам нужно учиться только у меня. Вы можете выбрать любого другого педагога, но если вы хотите достичь весомых результатов, по этой дороге вас должен вести за руку специалист, который знает, какие результаты у вас должны быть, на каком уровне, как вам помочь, исправить говор, если это требуется, как исправить дефекты речи, как помочь вам в правильном дыхании и как сделать так, чтобы ваша речь была доходчива, понятна и проста, не запутанна, как у Михаила Сергеевича Горбачева, от речи которого просто можно застрелиться. Для тех, кто заинтересован в дальнейшем обучении, лично у меня есть контакты на моем сайте, адрес сайта всегда указан в моих контактах на YouTube. Что ж, спасибо большое за ваше внимание, я надеюсь, видео было для вас полезным. Вы спросили, я ответила. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Жду ваших комментариев. Пока!